Добрый день! Я записываю этот урок в непростое время, хотя в Киеве за окном и нет военных действий, тем не менее напряжение возрастает, и полномасштабная война может начаться каждую минуту, и от этого всем нам неспокойно на душе. Дай Бог, чтобы этого не произошло, поэтому посвящаю наш урок. И на этой неделе мы читаем недельную главу Ваякель. На следующий день после того, как Маше спускается с горы в десятый день седьмого месяца, то есть который с того момента становится Юмкипуром, день искупления, он собирает народ и объявляет о начале строительства Мешкана. Если в главе Трума Тора рассказывала о повелении Бога Маше об устройстве Мешкана и всех его деталях, то в этой главе Тора описывает, как евреи во главе с Бецалелем Бенури и Агалиавом Бен-Ахисамахом сооружали уже Мешкан, изготавливали все его предметы. И основное отличие этих повествований в одной детали, которую отмечают и комментируют мудрецы. В главе Трума говорится сначала о святых предметах Мешкана, а потом о деталях конструкции самого Мешкана. А в нашей главе Тора говорит сначала об изготовлении конструкции Мешкана, а потом уже о святых предметах, о внутренностях, о бутварях. Есть известный диалог между Машеробейну и Бецалелем, который приводит Медраж. Большинство слушателей знают о нем в том, на том или иммунном уровне. Но каково значение вот этой последовательности? Почему мудрецы вслед за устной Торой уделяют этому такое большое значение? Важно вспомнить, что повествование Торы в главе Трума приходит до греха Золотого Тельца, а в нашей главе – после. О чем должна сказать нам эта последовательность? Объясняют наши мудрецы, что грех Золотого Тельца изменил не только ходы строя, но и изменил мироздание, мироустройство в целом. Говоря о том, что сначала нужно изготавливать внутренние предметы, утварь мешкана, а потом уже сам строить сам мешкан, Торо хочет нам сказать, что до греха Золотого Тельца внутреннее содержание оставалось все еще первичным, более важным, определяющим. Но уже после греха Золотого Тельца произошло принципиальное изменение. Теперь в мироздании внешняя оболочка получает преобладающее значение. Конечно, такие глобальные изменения не происходят в один момент. Речь идет об открытии потенциала изменения, вектора. И о том, что мы стали наблюдать сначала с одеждой, встречают по одежке, а потом и в целом с поверхностностью взглядов, суждений, интересов, мельчания глубины, не обращения внимания на суть, на корень явлений, придания внешней оболочки, обвертки главного значения. То есть все то, что достигло невероятного проявления в наши дни, все это вследствие изменений, которые произошли в результате греха с Золотым Тельцом. И о чем намекает нам разница в порядке изготовления предметов мешкана и ним самим в лавах Трума и нашей главе Вайгель. Поэтому нам нечего удивляться и возмущаться сложившейся сегодня ситуации. Мы имеем последствия наших, евреев, действий 3334 года назад. Но самое главное, что мы должны увидеть, как Тора нам иллюстрирует этот надлом мировоззрения. Мы должны еще раз увидеть подтверждение сказанного в Зор, главной книги Габбалы, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Именно в Торе заложено все создание мироздания, его формирование, формирование всех мировоззрений. И в Торе выражена воля Всевышнего, в которой, в свою очередь, заложен план развития мироздания. И отдавание себе отчета в этом – это большой урок для нас, евреев XXI века. Но еще одна важная вещь. Грех является надломом в мироздании, который ведет к разным изменениям в мироустройстве. И с Торой нам известны еще примеры грехов, которые привели к серьезным изменениям в устройстве этого мира. Это, конечно, грех первого человека, Адам решенный, который на космическом уровне привел к тому, что зло из потенциала вошло в этот мир и в человеке в виде злого начала. На практическом, материальном уровне Бог постановил, что будущее человека теперь изменится. И вы помните, как сказано в первой книге Торы в главе Берешит, жене сказал, в мучениях будешь рожать детей, а человеку сказал, в поте лица твоего будешь есть свой хлеб. Не буду комментировать ни тем, а сегодня, в общих чертах понятно. Еще, конечно, мы помним грехи поколения потопа, и потоп как результат и грехи Вавилонской башни, и разделение человечества в результате на 70 народов и народ Израиля. Для передачи, до передачи Торы на землю, грехи человечества меняли мироустройство. После получения нами Торы, именно мы, евреи, своими грехами вносим надломы, в первую очередь, конечно, в свою жизнь, и потом уже в устройство мироздания в целом. Это нужно знать и помнить. И если не еврея грех – это нарушение семи заповедей Ноха, всего семь, не буду на этом останавливаться, то для еврея грех – это нарушение любого из пунктов еврейского закона, сформулированного в своде законов Шулхана Рух на основе глубочайшего анализа воли Бога в 66 Талмах Талмуда. Но есть вещи, которые учатся прямо из Торы. С чего начинается наша глава, рассказывающая о изготовлении мешкана и его утвари. И собрал Маше все общество сынов Израиля и сказал им, вот слова, которые Бог велел исполнять. Шесть дней можно делать работу, малаху, а в седьмой же день – освящение полного покоя Богу, шаббат-шаббатон. Всякий, делающий тогда работу, малаху, пусть будет предан смерти. Не зажигайте огонь во всех ваших жилищах в день субботы. Маше передает повеление Бога, что особый вид работы, малаха, будет делаться шесть дней. И малахой Тора называет работы по сооружению мешкана. И вот их нужно прервать, и в седьмой день, шаббат-шаббатов, отдых-отдыхов. Требование отдыхать, оно такого уровня, что делающий малаху будет предан смерти. Тора еще раз говорит всем, кто еще не понял, в шаббат запрещено делать малаху. Все ее тридцать девять видов. И как известно, мы говорили об этом в прошлой главе Китеса, всю малаху, все работы по сооружению мешкана и его утвари мудрецы разнесли на тридцать девять видов работ. С того момента любая новая деятельность, которая появлялась, соотносилась мудрецами с этими тридцать девятью видами. Если она относилась к одной из тридцать девяти малаху, значит, ею нельзя заниматься в шаббат. Все просто. Но вот интересно, Тора в третьем стихе нашей главы, как я только что процитировал, говорит, не зажигайте огонь во всех местах проживания вашего в день субботний. Почему в качестве примера малахи, запрещенной в шаббат работы, Тора выделяет именно зажигание огня? Пишет об этом Равзильбер в своей книге беседы о Торе. Иногда люди, которые очень любят опираться на здравый смысл, неудовименно рассуждают. Разумеется, я не буду в субботу пахать, косить, плавить металл, ну то есть заниматься именно работой. Но подогреть молоко ребенку, зажигать печь, чтобы не сидеть в холоде, приготовить еду, это работа. В том-то и дело, пишет Равзильбер, что мы очень часто пользуемся огнем для удобства и удовольствия. И может показаться, что в шаббат, который для удовольствия, это разрешено. Поэтому эта работа, огонь, выделен здесь, чтобы подчеркнуть, зажигание огня считается работой малахой, даже если это делается исключительно для удобства и удовольствия. В Талмуде разделились мнения мудрецов Мишны по этому вопросу. Они приведены Раши в комментарии к нашему отрывку. По мнению Раби Йоси, Тора выделяет зажигание огня, чтобы научить нас, что выполнение этой работы в шаббат является более легким нарушением, чем выполнение других работ. То, что умышленно зажигает огонь, подлежит бичеванию, по мнению Раби Йоси, но не более строгому наказанию. По мнению Раби Натана, зажигание огня, выделенное Торой, чтобы научить нас, что как тот, кто неумышленно зажег в шаббат огонь, обязан принести грехоискупительное жертвоприношение, так и тот, кто неумышленно выполнил несколько запрещенных в шаббат работ, обязан принести отдельное грекоочистительное жертвоприношение за каждую, а не одну грехоискупительную жертву за все. И Рамбам устанавливает свой закон в соответствии с мнением Раби Натана, с вторым мнением, согласно которому зажигание огня в шаббат является таким же тяжелым нарушением, как выполнение других видов работ. И именно поэтому нет никакого разрешения переносить огонь в Йомтов для ненужд праздника. То есть зажигать огонь от уже горящего огня не для нужд праздника запрещено, даже в праздник в Йомтов. И еще сказано в нашей главе «И пришли мудрецы и сказали Маше так. Народ приносит больше, чем достаточно для работы. А вода ле малаха, которую повелел делать Бог». И по приказу Маше провозгласили по всему стану, пусть мужчины и женщины не делают больше работ для трумы. «Малахот ле трума». То есть мы видим, что приносение трумы тут названо малахой. Именно из этого места в Торе мудрецы Талмуда делают вывод о запрете переносить в шаббат. Полная малаха по Торе — это когда человек взял в своем владении, в частном, и вынес, и положил его в общественном владении, на улице. Но даже если человек не сделал окончание этой малахи, то есть не положил предмет в общественное владение, а только на силу его — это нарушение, тоже грех той же силы. И это нужно знать, четко понимать. Итак, в нашей главе мы видим один намек на изменение в мировоззрении человечества, которому привел наш грех золотым тельцом, и отдельное упоминание о двух видах малахи, запрещенной работе в шаббат о зажигании огня и переносе любой вещи. Хочется, чтобы мы каждый задумались о том влиянии, которое оказывает наше нарушение еврейского закона, и встали на путь его соблюдения. И дай нам Бог в этом брахава и отслаха. Хорошего окончания дня. Не дай нам Бог войны в наших городах. Остаемся и дальше в поисках смысла.